Всем привет! Разбор работ мы решили начать с наших работ, чтобы показать основные нюансы. Значит, первой работой был салат в двух вариантах, более проработанном и спечевом. Чего я не увидела у вас, это проработки фактуры, то есть разных цветовых пятен, потемнее и посветлее, потому что он весь кучерявый, с изгибами, и вот такие вот мазочки и точечки дают это ощущение. В основном же я видела ровные заливки, хотя настаивала о том, что нужно вертеть кисточкой. Также проработки желудок очень редко они остаются. Из вопросов про зелень. Темную зелень хорошо писать через утемнение зелени или через индига, или через краплак, через темную или красную, если нужна такая болотная, теплая зелень, или через, естественно, синюю, индига, серая, пейна, потому что она все равно с этим серовато-холодным батоном. Ваши базовые цвет зелени поможет сделать красивой тенью. Это с вопросом про зелень. Следующая работа. Морковка. Морковка по цвету очень нежная, золотистая. Тени здесь фактически даны очень легко. Очень многие пересемнили и получили такой фига подгнившую, потому что оранжевый с затемнением сильным получается больше коричневым. Это не очень хорошо. Для того же, чтобы не потерять объем, нужно было очень светлыми оставить блики. Чем прозрачнее вы пишете блики и собственный цвет предмета, тем легче вам сделать тень, просто положив этот цвет плотно. Не нужно будет сильно утемнять какими-то дополнительными красками, типа синих и красных, и тогда этот цвет получится сочным. То есть, если вы понимаете, что вам сложно сделать красивый цвет тени смесью, постарайтесь максимально легко написать собственный тон. Да, вот сам оранжевый постарайтесь сделать почти прозрачным. Блик совсем белый, потом нежный-нежный-нежный оранжевый, и тогда любое более плотно положенное оранжевое даст ощущение объема. Про зелень. Всякие направляющие, веточки сразу будут смотреть интереснее, чем если вы это не сделаете. С огурцом, это вторая ошибка, которую я заметила, но вы не отметили, это фактура. Если полосатый периодически все пытались передать, но при этом они все равно должны быть неровными полосочками, а многие были такие ровные, как на арбузике, как окрасочные полоски, а не объемные полоски. И то же самое с пупырышками. На каждой такой неровности есть светотень. Есть блик, есть собственная, есть прям темная тень. Вот темные на пупырышках сделали почти все, а блик потом восстановить не сделал почти никто. А всего лишь достаточно белой ручкой поставить пятнышко. Я здесь не ставила белую ручку, я их здесь оставляла. То же самое, цветочки почти все закрасили просто желтым, одним цветом. Ну смешайте, чуть-чуть похолоднее на цвету, чуть-чуть потеплее в тени или наоборот. Чуть-чуть разнообразить, и сразу будет интереснее. Я позже добавила фактуру листом. Я показала, что он не фактурный после высыхания. Такое, к сожалению, не бывает на целлюлозной бумаге. Я добавила фактуру буквально несколькими штрихами, как темным карандашом. И это сразу передало вот эту волнистость его, такую пушистость легкую. Это заняло буквально 2 минуты, то есть не сильно увеличило время скетча. Вопрос с красными. Почему не получалось сделать тень на красную? Потому что вы пытались написать ее через один алый цвет. Смешивали его, получали какой-то грязный. Для алых теней я советую или реально запастись хорошей краской, типа перелива, чтобы она была и темная, и прозрачная. Потому что смеси красных непрозрачных в тенях, правда, будут глухими, сероватыми и неинтересными. Что можно еще сделать? Можно издать сюда вместо его собственной тени рефлекс соседнего предмета. Например, вот как на обложке поста. Там был огурец рядом, и тень была, например, через такой коричневатый-зеленый. Ну, вот на том, что была обложка марафона. Там я писала не коричневыми теней. И постарайтесь в помидор все-таки вводить, что называется, почти весь спектр. Да, у меня есть несколько из этих красных, да, точно. Я рисовала и этим, и этим, этим нет. Да, немножко оранжевого. Чем больше цветов вы смешаете в пределах одной, как бы, цветовой группы, тем интереснее будет скетч, разнообразнее. То есть все законы живописи, да, вот этой вот живописности. Ах, какая живописная стенка, когда по-голубому идут желтые пятна. Это все здесь работает. Для скетча это даже важнее, чем для классической ботани, где вы просто делаете растяжку иногда вообще одним цветом. Но можно и так. Но это требует больше усидчивости, больше внимания. Если вы только начинаете, лучше смешивать разные цвета. Это будет смотреть интереснее. С редиской. Ну, про червоточинки почти никто не рисовал. Здесь я тоже не рисовала. Очень многих зелень получилась интереснее, чем сами редиски. У меня из критики зелень немножко не дотемнила. Немножко не хватает на них теней. И также довольно бледная после высыхания морковки редиски. Вот это по объему сделано гораздо правильнее. Опять-таки тень постарайтесь делать. Холодные оттенки можно вводить через любые. Через фруль, через любые синие. Такие и есть. Зелень с синими смешивается почти со всеми хорошо, кроме, ну, очень теплых. Некоторые иностранные ультрамарины имеют прям такой совсем-совсем сиреневатый цвет. Вот с ними, да, зелень делать не стоит. Со всеми холодными вообще прекрасно. Можно было добавить в утром ярко-салатами. Ну, какие-то интересные небольшие цветовые нюансы всегда хорошо. Перчики. Опять-таки с оранжевыми и желтыми. Очень многие их написали через однотонный такой лимонный. И немножко оранжевую тень. Здесь же у меня есть и красный, и чуть более холодный. Почти никто не сделал тень вот на этих задних частях, а это логично. При таком попадании света отражение будет в верхней части, но не будет все равно попадать туда, к ножке. Свет там нужно затемнить. И вот на примере оранжевого хорошо видно разнообразие. Желтый, порыжее, потемнее, совсем темный. И вот используется реально весь этот спектр, как я их нарисовала. Вы же стараетесь использовать, ну вот, самый подходящий цвет, да, вот, который в основном видите, вы очень редко его разнообразите. А разные вот эти вот тоненькие мазочки хороши. И второе, такое ощущение, что многие стараются остановиться на одной-двух заливках, но если после высыхания вы видите, что объема не хватает, дайте лисировку, дайте еще одну заливку. И не оставляйте ее полосатой, чтобы заливка не застывала вот такими вот с четкими краями. Когда вы ее нанесли, немножко влажной кисточкой подтушуйте, подштрихуйте ее краешки, вмешайте. Целлюлоза тем более поднимет вам нижний слой, вы вообще можете его вмешать так, чтобы как родной даже. Это с моими рисунками, теперь рисунки Светочки. Она разрешила, хоть она и написала, критики нет, но когда мы встретились, критики оказалось да. Здесь очень немнятно прописана серединка в салате, вот здесь вот хочется сень, потому что там глубина, это вот кочерыжка уже вообще торчит. Здесь листик завернут, нужно было чуть-чуть его достать. Вот маленький кусочек показать, что там что-то есть, а не просто спинка, и сразу было бы интереснее. И у нее очень рваный край, у нее жилки так и торчат. Можно было бы чуть-чуть гладить контур. Следующее, они все вертикальные, да, здесь? Шикарные морковки просто. Очень красивая светотень на морковку. Посмотрите, не сильно прописаны тени, не очень темные. Что мне не хватает? Вот здесь хороший блик, нет почти рефлексов, можно было протереть рефлексики. И зелень, дана главная жилкой, не дано ответвлений, а у морковки вот эта вот петрушковость, ее имеют как бы на ножках все эти листики, вот их не показывают. То есть не совсем характерное изображение, более иллюстративное и довольно однообразное. Можно было бы потемнее, пожелтее, ну как-то так, в тон морковкам, да, то есть они такие разнообразные. И здесь хочется тоже какие-то для него ответвления. Значит, огурцом я очень довольна, многовато линии на листике, но очень хорошо сделан этот зубчатый край, прям шикарный. Нету бликов на пупырках, а я белой ручкой потыкать поленилась. И вот здесь вот, видите, неаккуратная немножко штриховка, не замазалась она потом. Можно было также белой ручкой ввести эту фактуру. Помидоры. Помидоры сделаны в другой манере, когда все течет таким по-мокрому, очень цветные и прикольные тени. В этой манере, в принципе, все хорошо, но блик, тень, в этом плане все хорошо. Здесь такой тени нету, и вообще тень идет только по низу, не вырисовывая форму шара, да, то есть только как бы в равномерном освещении со всех сторон, как будто она их рисовала на столе, на террасе. Вот это ощущение естественного света, оно, с одной стороны, передано, с другой стороны, проблема в том, что мы привыкли уже к базовым схемам освещения, которые больше выявляют форму. Поэтому, и опять-таки, если такой верхний свет, вот здесь вот этих теней у ножки, тогда уж и не рисуйте. Тогда их везде не будет. И на ножках будут прям блики. Белым нужно было на ножках поставить блики, показав вот это вот плоское верхнее освещение. Это было бы прикольнее. С редиской шикарнейшая листва и менее интересные редиски. Цвет обалденный, я так чувствую, перороза, хинокридон, что-нибудь такое. Красный хинокридончик, да? Да. Цвет шикарный, красивый сам по себе. Тень, да, она вот здесь хорошая, но по форме немножко не выведена. Несмотря на белый кончик, нужно было тогда серым подчеркнуть эту тень здесь. Серым пройтись вот в этой области. Потому что перед вот этим хвостиком, как бы шарик закончился и хвостик по центру. Вот тут вот чуть-чуть вот этого же серенького надо было мазануть. А здесь нужно было сделать тень. Вообще нет. То есть они совершенно плоские. При очень объемных листьях. Было бы все нарисовано в такой плоской манере, тоже было бы нормально. Но раз дала света тень яркую на листьях, такой же надо было делать на плодах. Я не могу, она сидит и хихикает за экраном. Потому что она сейчас мой оператор, и она прям сидит. И так, ах, ах, что делать? Так, перцы. О, перцы неожиданно не в той плоскости. Яркие, красивые, тени нету. Здесь тень дана по этому краю, здесь тень дана по этому краю. Ну, так получилось. Нету рефлекса, тень плотная. Здесь вот очень сильно стыковались. То есть из перцев лучше всего получился зеленый. Рефлекс, тень, тон, блик, все понятно. Вот этот блик откуда в середине, не знаю. От лампочки. Ну, в общем, да, много источников освещения, как-то так. Но они такие яркие, для них это нормально. С разбором наших работ на этом мы заканчиваем. И сейчас приступим к разбору тех работ, которые вы пометили, что вы хотите получить. Первые будут томаты от Arte Lemarica. С никами буду ошибаться. Вот так нарисованы томаты. Что можно сделать? Дать больше красного, дать тени явные. Это не настоящий цвет тени, это просто по-быстрому сделано в фотошопе, как вы видите. Здесь вообще не было затемнено, где хвостик. Давайте тоже возьмем. Он получается в тени. То есть нужно было нижние части зеленушки тоже сделать потемнее. Явную тень. Очень плотная тень внизу без красноватого подтона. Красного в тень нужно добавить. Затемнить разницу вот в месте их стыка. И чуть-чуть поправить форму бликов. Блики вот здесь посреди, на скетче будут смотреться плохо. Вот да, вот такой блик посреди, как сейчас получилось. Они нарушают форму. Их лучше игнорировать, придерживаясь классической схемы. В принципе, с томатами все. Но я бы дала больше красного. И не бойтесь делать тени. И оставляйте рефлексы. И падающая тень всегда немножко отражает цвет самого объекта. Прямо вот под ним она будет красновата, а потом уходите литрально серой. Так, следующие перцы Магданова Ларина Наташа, значит, очень красивые. Ну, как бы, вообще не спорю, очень хорошо блик. Чуть-чуть великоват рефлекс. И немножко не хватает объема на рыженьком. На записи получше, а так вот перетемнило. Но хотелось бы вот эти вот характерные нюансы формы, да. То есть вот эта вот давленность между на одной большой дольки. Вот здесь совсем тень. Также чуть-чуть потемнее вот тут вот хвостик. И очень длинный хвостик у перца чили, он прямо так торчит, да, вот если вы посмотрите. Он разбивает композицию. Вообще композиционный получается прямоугольник, это вот даже брызги, как бы, это немножко должны компенсировать, да, показать заполненность прямоугольника. Но на листе смотрится несколько странно. Я бы пошла в классический треугольник, да, и тогда вот тут вот трапеция перцев в нем. Это смотрится, на мой взгляд, интереснее. То есть я бы добавила чуть-чуть контура сюда, чтобы уравновесить контурный рисунок здесь. Чуть-чуть бы выпустила эти листики за перец и поменяла хвостик. Можно как в эту сторону, так в эту. Мне нравится в центр, потому что это будет замыкать взгляд на, как бы, круг вот этих вот. Можешь сюда? На круг, да, вот такую композицию сделать. Треугольник, а в нем окружность. Это, ну, интересная композиция. Так. Юля Джулиса Лаймджус. Перчик. Вот здесь вот пробелы между перцем и тенью, откуда же там свет-то под ним, очень выбивается. Здесь почти нет рефлекса вот в этих частях, а он должен быть здесь, да, вот внизу. То есть вот тут вот мы накладываем рефлекс, затемняем тень. Чуть-чуть углубить вот эти тени, чтобы вот эти рефлексы тоже были. Бумага, видимо, с фактурной, может быть, даже хлопок, потому что очень расплываются вот эти вот отмывки. Хотелось бы более четкую грань. Она здесь не четкая, и это перцу идет не на пользу. Появляется фактура такая вот мягковатая, пушистая, которая совершенно не характерна перед глянцевой, перед иметь четкие рефлексы, четкие тени. Прям ленивые. Так, что еще сделаю? Ножку затемнело. Ножка затемнена вот здесь и не затемнена вот здесь. Вот затемнить ее в этой области хорошо. Вроде все. Ну, какие-то вот нюансы в мятинке тоже хотелось бы тенью получше прописать чуть-чуть. Так, следующее. Редиска Марина Токана. Съелся блик. Невыразительная тень, невыразительный рефлекс. И вообще нету разницы в зелени. Вот эти вот листики прям склеены. Также вот здесь очень светло. Исправляем сюда потемнее, сюда потемнее, сюда посветлее. И здесь в серединку листа потемнее, потому что вот такая книжечка, и туда свет выпадает хуже. Блик чуть-чуть поменять форму, он слишком вытянутый. Не подчеркивать форму шара. Добавить рефлекс. Прямо проложить кругленькую тень. Немножко цвета не хватает. Цвет такой монотонный. Вот здесь это самое красивое. Его надо бы чуть-чуть сдвинуть было. То есть как бы начинается как будто с собственного тона и уходит в тени куда-то еще глубже. Нету вот этого блика и его светлого тона. Их не хватает. То есть как середина начинается палитра. Чуть-чуть мягче цвета. Будет чуть больше диапазона от светлого к темному. Большая тоновая градация. И все будет великолепно. Огурчики. Огурчики классные, очень смешные, очень легкие. Немножко чуть более полосатые, чем хотелось бы. И очень грубо сделаны цветочки. Прямо такими острыми коронками, одноцветными. Вот не хватает рефлексов. Я условно беленьким показала. Не хватает этих точечек. И не хватает яркого блика. Если такой вот гладкий огурец, то у него будет или вот такой яркий блик, или все-таки будут уборочки. Одно из двух. Это характерные особенности. Так. Тени не правило. Тени индиго. Хорошо смотрится. Это были огурцы и пикмелек. Теперь савнати. Очень ботаническая иллюстрация. Прямо вот окись хрома здесь как будто, и один карминовый здесь. Мне не хватило цвета. Мне хотелось бы более разнообразный цвет. Мне не хватило вот здесь вот тени. Показываю. Затемнить. Жилки добавить чуть желтенького, чуть синенького. Затемнить вот здесь. Прописать явную тень. Поконтрастнее. Блик поярче. Покраснее что ли. Ну то есть очень спокойные пастельные тона. Скетч лучше смотрится поярче. Это прям ботаника. Еще хочется тогда на нее еще часик слоев. Тогда получится прям реалистичная ботаника. Для скетча без огонька. Так. Это немножко вне конкурса. Это Валерия Фрилансовна очень просила дать подсказку подсказку по теням от редиски на желтой тарелке. И на самом деле забавное задание, потому что вот она подсказка. На желтом скотче сфоткана тень, как она уходит в яркий ультрамарин на свету. Красная под самой редиской. Так и надо. Бордовый под самой. Потом такой серовато это. И в сине-серый уходит. Да, можно ультрамарином. Я не очень люблю ультрамарин. Но тени, хотя живописцы именно их и делают. Смотрите, те же полотна Шишкина. Тени будут в солнечный день ультрамариновые. Здесь явный солнечный день. Судя по бликам, судя по такому свечению в редиске, под тарелкой тоже тень серо-индиговая. То есть от индигового к серой пене я бы ее растянула. Можно чуть синее. Это уже как бы на ваш вкус. Но тени серо-синее. Это самое правильное определение. Ну и я бы чуть-чуть затемнела зелень. Она здесь совсем такая нежная-нежная. Некоторых теней в ней было бы поинтереснее. Оно не уведет взгляд от редиски, но обогатит рисунок. Редиску тоже чуть-чуть подтемнело. Потому что очень красивая плавная акварель. Но объема не хватает чуть-чуть. Буквально вот несколько мазочков. Так, Вероника Стич, тоже редиска. Не знаю, мне кажется, что редиска была самым ярким и простым объектом, но многие просили именно ее разобрать. Немножко не тот цвет, более алый. Я не стала это исправлять, да, просто вытянула. При... Ой, опять. Довольно темный такой рисунок. Мне не хватило падающей тени. Это было первое, что фотошипил. Уже была ночь, поэтому переконтрастно сейчас. Тень темнее падающая, потом плавно уходит. Под листвой она есть везде. Листва одни только. Вот тут вот чуть-чуть. То есть тень-тень рисовать под редиской, никаких теней не сделать в листве. Странно. Ну и как обычно, блик не столь явный. Тень не столь явный. Это, по-моему, уже классика. С помидорами то же самое. Перчик. Перчик вообще очень классный, очень забавный. Не ясен вот этот вот желтая полоска. Сюда свет попасть не мог. И не хватает тоже рефлекса, не хватает тени. Тень нарисовала, а рефлекс получается сам, когда вы углубляете тень. Вот это вот мы убираем. Проваливаем вот здесь. Вот здесь снизу тоже еще надо. Даем тень на внутреннюю часть задних долек, чтобы показать объем сразу, глубину. И здесь почему-то у меня такая тень, как будто он прямо во все стороны, налево и направо. Все-таки явное освещение вот такое имеет направленность. Вот мы это показываем, да, как бы сверху, вот отсюда. Ну и тень, соответственно, падает в противоположную сторону. Вот здесь тень быть не должна. При таком расположении ваших бликов. Между дольками тень тоже довольно темная. Такая же, как вот здесь, такая же будет и здесь. Здесь вот маленький рефлекс остается. Это последняя работа, которую вы прислали на критику. Спасибо вам за внимание. Надеюсь, это будет вам полезно. Если есть вопросы, спрашивайте, давайте все это обсудим. Спасибо вам за участие в нашем марафоне. В нашем марафоне было выложено 232 работы. 35 человек принимали участие. 20 дошли до финала. Огромные молодцы. Не бойтесь рисовать. Скетчите. Скетч – это отличный путь к более серьезным акварелям. Скетч – это отличный вариант для путешествия, для передачи своих эмоций, для ведения тревел-дневников. Замену фотоальбому – это очень классное направление. И начинаете вы надо с обычных бытовых предметов. Привыкнуть рисовать. Привыкайте рисовать каждый день или хотя бы несколько раз в неделю. Вы удивитесь, какие результаты можно достичь просто постоянной практикой. Но, конечно, это приятнее делать в компании единомышленников. Поэтому мы очень рады, что вы присоединились к нам. Я надеюсь на дальнейшую нашу коллаборацию. Мы будем творить, будем учиться вместе. Хочу рассказать про топ-5 девчонок, которые мы выбрали. Мы, конечно, не можем повалить себя. У нас были очень классные скетчи. Но мы расскажем про участников. Значит, очень профессиональные работы, которыми реально можно вдохновиться. Это Богдана Валарина Наташа, Атеша Артвика, Юля Джулисова Эмджус, Наташа Сапнати и Марина Токана. Очень классные работы. В разных техниках, с разными композициями, с мейерами, без техниках классической акварели, техниках ботанической акварели. Все при этом выполнены за полчаса плюс-минус. Нам можно дать то, к чему нужно стремиться. В своих выразительных приемах. А победителями мы выбрали двух Маш, Color San Vota и Марию Ясни, в номинациях маркера и акварель. Девчонки показали невероятный прогресс за этот период. По их первой работе салата видно, что некоторая неуверенность в своих материалах. Или, как сказать, видно, что работа потребовала много усилий, много времени, подбор материалов. И если посмотреть, как идут работы, видно, вы рисуете все быстрее, интереснее, пробуете новые материалы. В маркерах для красных объектов походите всего тремя маркерами, получаете объемное красивое изображение. В акварели идут уже более плавные растяжки цвета, какие-то интересные приемы. В общем, вы молодцы, вы нас впечатлили именно своим прогрессом. И вас ждут ценные призы. Всех же участников марафона ждет брошюра с материалами по этому марафону. Спасибо вам за участие, спасибо за внимание. Оставайтесь с нами. Наша акварель-кафе. Спасибо.